Здравствуйте, уважаемые зрители канала Хобби у Райца. Сегодня мы с вами поговорим о 5 лучших способах подвязки тепличных культур. Пусть это будут огурцы, томаты, перцы или баклажаны. Однажды, сняв ролик о достаточно простой и быстрой подвязке, мы получили огромный отклик от наших зрителей. И узнали, что этих способов, достаточно простых и быстрых, огромное количество. Конечно, мы выражаем огромную благодарность зрителям за то, что они не просто смотрят ролики, но также делятся своим опытом. Ну а теперь пришло время поделиться 5 самыми лучшими способами подвязки тепличных культур. Итак, поехали! Как правило, с креплением верхнего конца веревки проблем не бывает, потому что сделать его можно за несколько секунд. Как крепится, так и раскрепляется оно достаточно просто. Достаточно натянуть веревочку, но не сильно. Учитывайте тот факт, что нам нужно будет еще с помощью этой веревочки обвивать растение. Закрепляем верхний конец пальцем и делаем обычный бантик. Дело это буквально секундное, но подвязка очень надежная. А вот именно про самую сложную и трудоемкую нижнюю часть подвязки сейчас мы детально и поговорим. При подвязке овощных культур самая основная задача это сделать правильный узел в нижней части ствола растения. Именно получившееся кольцо ни в коем случае не должно стягивать растение и естественно затормаживать его рост. Оно должно быть очень свободным. Для одних способов не требуются никакие приспособления, достаточно лишь только веревки. Для других же способов потребуются определенные приспособления. Но изготовив эти приспособления один раз, они вам будут служить долгие годы. И к тому же подвязка с помощью этих приспособлений становится очень простой. Ну а теперь давайте детально поговорим о каждом способе подвязки. Еще очень важный момент. Для удобства ножницы можно прикреплять к шее веревочкой. И тогда они у вас все время будут под рукой и никогда при подвязке не потеряются. Сейчас мы поговорим про самый простой способ, который не требует никаких приспособлений, только нужна веревочка. Вся загвоздка заключается в том, чтобы правильно сделать петлю в нижней части растения. Чтобы она ни в коем случае у нас не затягивала. Нужно это сделать так, чтобы у нас двигался спокойно только свободный конец веревки. А тот конец, который мы будем подвязывать, не двигался ни в коем случае. При этом петля не сжимается. Делаем бантик. Ну и на этом в принципе подвязка закончена. Как видите, петля не сжимается. Но делать вот такие вот бантики достаточно трудоемко. То есть нужно постоянно учитывать тот факт, чтобы петля не была затянутой. Ну а как только мы сделали не сжимаемую петлю, растение нужно обвязать вокруг часовой стрелки. Ну а верхний конец подвязки мы крепим обычным способом с помощью петельки к шпалере. Для способов подвязки с приспособлениями нам понадобится, как обычно, конечно, веревка. Ну и сами приспособления. В основном мы используем три приспособления. Это крючочки. Конечно, они в изготовлении самые простые. Можно их делать из любой проволоки, прочной такой. Можно делать из электродов. Один раз сделал, и зато они вам прослужат очень долгие годы. Следующее приспособление это колечки. У меня есть отдельный ролик по их применению и изготовлению. Ну в принципе тут ничего сложного нет. Проволока для изготовления подойдет любая, но тоже она должна быть достаточно прочная. Ну и последнее приспособление это так называемая безузловка. Это аналог рыболовической снасти, которую рыбаки используют для крепления без узлов блесен. Точно такое же приспособление, только увеличенное многократно. Изготавливается это приспособление достаточно просто. Можно использовать плосканки, ну или сделать шаблон. Здесь поставить кружочек и несколько гвоздей. И в принципе наделать такое приспособление за час на всю теплицу. Нужно учесть, чтобы диаметр данной окружности был такой, чтобы ствол растения ни в коем случае не сжимался. Примерно 2 см будет достаточно. С помощью вот таких крючочков очень удобно подвязывать низкорослые растения. Сейчас у нас еще баклажанчики очень маленькие. Как раз вот эти крючочки и подойдут для их подвязки. Чтобы сразу же все культуры в теплице одновременно подвязать. Подвязка очень простая конечно, проще не бывает. Для начала нам нужно просто-напросто нижний конец закрепить на крючке. Делаем мы это с помощью обычного того же самого бантика. Все, веревка у нас уже закреплена. Теперь просто-напросто устанавливаем крючочек около ствола растения. Делаем пару витков обязательно по часовой стрелке, потому что именно так растение у нас и будет расти. Ну а верхний конец у нас закрепляется очень просто. Также этим способом очень хорошо крепить перцы, даже если они еще совершенно маленькие. Ну буквально сразу же после высадки. Точно так же привязываем один конец веревки к нашему крючочку. Делаем мы это с помощью бантика. Опять же буквально за несколько секунд все, соединение готово. Устанавливаем крючочек самым удобным для нас способом. В принципе перец очень еще маленький, можно его даже не обвивать. Ну и теперь устанавливаем, как обычно, верхний конец веревки. Для подвязки следующим способом нам понадобится сразу же два крючочка. Но при этом мы подвяжем сразу же несколько растений. Способ сам по себе очень прост. Один крючочек мы устанавливаем в начале рядочка, второй в конце. И между этими крючочками точно так же с помощью обычного бантика натягиваем веревку. Веревочку нужно хорошо натянуть, потому что именно к этой веревке мы будем уже крепить подвязочки. Точно так же можно зажать. Устанавливаем бантик. И в принципе веревка достаточно хорошо закреплена. Я конечно крючочки не утапливал для наглядности, но теперь нам нужно крючочки максимально утопить в землю. Чтобы веревочка практически лежала на земле. Аналогично поступаем и с этой стороны. Теперь точно так же закрепляем один конец с помощью бантика подвязки. Обматываем по часовой стрелке обязательно растение. Ну и второй конец крепим обычным способом к нашей шпалере. Следующее растение подвязываем аналогичным способом. Точно так же делаем внизу быстро бантик. Обматываем растение по часовой стрелке. Это очень важно. Так как растения у нас следят за солнцем, макушечка идет все время повторяя его движения. И крепим верхний конец. Снова делаем бантик. Все, на этом подвязка закончена. Как видите для этого способа практически не нужны приспособления. Достаточно два крючочка на каждый рядок. Единственное, что крючочки желательно ставить через каждых 4-3 метра. Ну а также вот эта веревочка конечно будет нам мешать при работе с томатами. Это единственный недостаток данного способа. Следующий способ крепления это мое изобретение с помощью вот такого вот колечка. Желательно конечно использовать медную проволоку. Тоже это достаточно быстрый и надежный способ. Самое главное, колечко должно быть с шагом, позволяющим надеть его. То есть спокойно колечко должно входить в стол растения. Изначально вставляем колечко, поворачиваем его. И все, теперь оно уже на створе. Осталось лишь тоже точно так же закрепить один конец веревки на кольце. Делаем мы точно так же это бантиком. Все. Бантик сделали. Обматываем растение обязательно по часовой стрелке. Именно так у нас идет солнышко. И именно так растет растение. То есть оно следит за солнцем, идет за солнышком. И точно так же обвивается вокруг веревки. Ну а теперь осталось закрепить верхний конец нашей веревочки. Процесс можно значительно ускорить, если сначала надеть колечки. Ну а потом уже непосредственно заняться подвязкой томатов. Для следующего способа подвязки нам понадобится вот такое вот безузловое соединение. Оно не самое простое в изготовлении, но зато самое простое в подвязке. Нижний конец веревки закрепляется буквально за несколько секунд. Достаточно лишь сделать вот такую петлю. Эта петля у нас надевается на один конец безузловки. Делаем несколько оборотов. И все. Такое соединение очень прорученное, надежное, а самое главное быстрое. Еще раз. Устанавливаем безузловку на ствол. Далее делаем петельку. Обматываем. Раз, два, три, четыре. Все. Растение у нас закреплено. Оббиваем веревочку обязательно по часовой стрелке. Делаем несколько оборотов. В принципе, огурцы далее сами будут крепиться усиком к веревочке. Ну и, конечно, обычным способом закрепляем верхний конец подвязки. Итак, используем для крепления подвязки безузловку. Устанавливаем безузловку на нижнюю часть нашего растения. Делаем петельку. Зацепляем эту петельку за крючок. Обвязываем. Раз, два, три. Ну, даже достаточно три раза. И все. Вот такое соединение, оно абсолютно надежное. И затем уже подвязываем наше растение обязательно по часовой стрелке. Итак, используя вот таких вот три простых приспособления. Ну и, конечно же, веревочку. Можно достаточно быстро подвязать огромное количество тепличных культур. Поверьте, у нас три теплицы. И, конечно же, о быстрой подвязке мы уже теперь знаем достаточно много. Ну а теперь, если вам понравилось видео, ставьте палец вверх. Пишите комментарии. Задавайте вопросы. Поделитесь своим опытом. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеоролики. Успехов вам и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!